На литве об умерших как периодически полюсь за упокой, допустим, дедов, бабушек? Вы сейчас все, что вы говорите, это является глупостью. Вы вообще ничего не понимаете. Понимаете, во-первых, они не умершие, они абсолютно живые. У меня ушла из жизни теща моя любимая. Она оставила мне сообщение перед уходом. Последнее, что она мне сказала, что я у нее самый-самый-самый лучший зять на свете, что она меня очень любит. Это было последнее фактически ее послание в WhatsApp мне. Потом неожиданно, в результате врачебной ошибки, у нее произошло разрыв сосудов в сердце, она оставила этот мир. Потом она какое-то время в психическом теле находилась рядом с нами и плакала. Она не ожидала того, что произошло и успокаивала. Потом ее психическое тело начало перестраиваться, и она отправилась на колесницы. Было два таких, ну как бы, две личности, которые управляли ей этой колесницей. И она отправилась на другую планету, при этом все время смотрела на нас. Вот она ехала спиной, так сказать, вот так вот смотрела на нас все время. И днем, и ночью. Я постоянно молился за нее. В это время у нее перестраивалось психическое тело, у нее с головы вниз вот так перестраиваются постепенно. Сейчас она уже все перестроилась. Но это понадобилось там чуть больше 10 дней, где-то дней 12. Она за 8 дней где-то достигла того места, где она должна была жить. Она пошла выше Земли, есть солнечный путь, есть лунный путь, так описано ведать. Она пошла по солнечным путям. Это не значит, не говорится о Солнце вот нашем, понимаете? Есть невидимое тонкое Солнце, это такая невидимая планета, которая питает все звезды, которые существуют во Вселенной, энергией Света. Это божественная планета невидимая. И ей энергию дает сам Бог. Это описано в ведах. Я эту планету чувствую. Она примерно, вот если смотреть на небосвод, то она примерно в 2,5 раза больше, прямо видна отсюда, в 2,5 раза больше, чем наше Солнце. Может даже в 3. Это вот Солнце вот такое, оно вот такая планета. Вот так она видна. Солнце вот так примерно видно, она вот так вот. И эта планета находится на огромном расстоянии от Солнечной системы. При этом она такая большая, представляете? Все звезды вот такие маленькие, а Солнце вот это вот. Есть еще Луна, тонкая, невидимая. Она еще больше, чем Солнце по размеру, чуть-чуть, еще побольше. И она тоже дает всем Лунам свою энергию. И вот, когда живое существо идет по Солнечному пути, то оно, вот я что видел, когда теща, она пересекла земной уровень. Земной уровень — это не наша Солнечная система. Земной уровень — это уровень всех планет, которые находятся на уровне Земли. Это разные, разные, разные планеты. Они все объединены одинаковой энергетикой разных галактик, систем. На тонком плане расстояния все сужаются. Но с точки зрения материального расстояния, это может быть миллиарды километров. А с точки зрения тонкого расстояния, очень хорошо видно, даже на таком расстоянии чувствуется живое существо. Когда она пересекла земной уровень, у нее над головой возник резко вот такой нимб желтый. Вот так. И это было поразительно. Я даже такой, я начал к ней как к святой относиться, я так удивился, потому что мы у святых эти вот нимбы видим. Это видно все, кто по Солнечному пути идут. Они получают вот такой подарочек от Бога. И понятно, что она не очень высоко пошла, она только с самого начала Солнечной пути. А Солнечный путь, это означает, что живые существа дальше, они все выше и выше поднимаются, они не опускаются вниз. Лунный путь, там пожили и назад, побалдели и назад. А там все молятся, духовной практикой занимаются. И она пошла вот туда. Через где-то 8 дней она там уже оказалась. И она увидела эту всю красоту этой планеты, на которой она дальше будет жить. И уже мне известно, когда она попадет в утрогу матери, вот на этой планете. Осталось где-то 38 дней примерно. Вот. И я ее вижу до сих пор, но она уже постепенно начала меня и нашу семью забывать, потому что она очень сильно видит то, что там происходит. И это очень сильно ее интересует, потому что это ее следующая жизнь. И она поэтому вот так потихонечку... Она помнит все, что было. Но когда она воплотится в утрогу, зайдет, она все забудет абсолютно. Потому что там уже другая начнется жизнь. Вот. Если бы вы видели все это, вы бы понимали, что люди не умирают. Они просто идут дальше по своей жизни. У них идут процессы определенные, которые с ними происходят. И контакт, даже когда она родится в следующей жизни, у меня с ней контакт останется. Она меня не будет помнить, но у меня с ней контакт останется. Мой дедушка родной, по материнской линии, очень сильно любил меня. И он, когда уходил из жизни, мне было где-то 3,5 года, он дождался, когда я приду с садика. И после этого, погибавшись со мной, буквально через несколько, десятков минут он ушел из жизни. Я, когда научился видеть, кто куда уходит, я нашел дедушку, он оказался в Китае, ну, в медитации увидел, он в женском теле. Ну, соответственно, возраст там, мне почти 59, ему сейчас там 55,5. Ну, то есть тоже уже взрослая женщина. Я начал пытаться с ней контактировать, мысленно валиться, чтобы связь установить поближе. И она начала сильно волноваться. Но от чего она начала волноваться, она не поняла. Потому что памяти о прошлой жизни нет совсем. Поэтому, действительно, да, действительно, мы расстаемся, и память у нас пропадает о том, что было у наших родственников. Эта память, она на самом деле может как проявляться? Вот, допустим, тот феномен, который я сейчас изучаю, я вижу уже, это уже у многих людей, вижу, как это есть, что когда человек на достаточно высокой планете живет в прошлой жизни, то часто там бывает очень длинная любовь. Может, 70 лет люди вместе живут, а на высоких планетах там не ругаются. Там другие отношения, более возвышенные. И потом человек попадает сюда, на Землю после этого, и он ищет того человека и находит просто похожего на кого-то. И потом дальше влюбляется очень сильно. Он верит, что вот то, что было, то и будет. А он не знает, не помнит, что было, но ощущения вот эти остались очень сильными. Это называется безответная любовь. Человек любит, он думает, что он этого человека на Земле любит, а он любит того. Но он не может это понять сам, потому что он путает. Вот эта безответная любовь, она может длиться всю жизнь, человек может вспоминать, любить. Но на самом деле это феномен того, что в 70 лет люди были вместе, и он теперь вот ищет этого человека, находит кого-то похожего и потом думает, что он его так сильно любит, а тот не отдает взаимностью. И он удивляется, почему. Вот поэтому этот процесс отношений с теми, кто ушел из жизни, очень сложно понять. Но я просто вам говорю, не потому что я считаю вас с необразованным человеком, просто я вам говорю, что вы, во-первых, не совсем понимаете то, о чем вы говорите, и поэтому вы говорите неправильно. Во-первых, он не усопший человек, а живой. А во-вторых, молиться не за упокой надо, потому что там нет никакого покоя, там дальше жизнь продолжается. Молиться надо за жизнь человека, за его счастье. Понятно, спасибо. И можно еще один вопрос. Как правильно молиться в святых местах, допустим, в Сергеев-Пасадской лаврах? Вам надо найти человека, который там живет, желательно очень возвышенного, и просто что-то сделать для него, хотя бы поклон, или воды к нему принести, или что-то, что-то сделать для него, чтобы вы почувствовали его настроение, чтобы он улыбку вам подарил, или что-то хорошее сказал. Может быть, вы с ним поговорите просто, если он захочет. И когда это произойдет, это настроение святого места через него придет к вам, потому что все святые, которые живут в святом месте, они пропитаны, как губка этим настроением святого места. И когда вы почувствуете святое место через святого человека, тогда вы поймете, как к нему надо относиться. Потому что святое место сначала надо почувствовать, и только после этого уже придет знание, как там себя вести. Вот представьте, вы приходите к какое-то место, и у вас в сердце появляется чистота, радость необыкновенная от этого места. Тогда вы поймете, как там себя вести, просто когда вы почувствуете эту святость. А ее почувствовать можно только через людей, которые так там живут. Больше никак этот секрет не получишь. У меня разок была такая ситуация. Есть один храм в Индии, там сидит один святой, запальзамированный, 800 лет уже, а вообще этому храму около 2000 лет. Он давно очень был построен. Я это могу точно определить. Когда что-то построено, я могу определить, сколько назад времени это построено. Допустим, если камень какой-то есть, вот когда его обтесали, обрезали, поставили, видно, это по времени можно определить. Это храмы, эти камни, там стоят уже 2000 лет, больше даже, чуть больше, там, 2200, 2300, что-то такое. Вот. И 800 лет назад там один святой жил. И он по собственному желанию ушел из жизни, вот так вот благословил своих учеников. И вот так остался. Его таким запальзамировали. Его зовут Рамануджачарин. И там очень святое место. Но когда приходишь сюда, ты чувствуешь, что оно святое. Но а сколько святое, как бы ты не можешь понять. Я разок рано утром, ну, не совсем рано, но утром пошел в храм и увидел какую-то очередь. Стоит очередь. Я спрашиваю, а что здесь дают? Они говорят, это для работников храма и всех, кто здесь живет. Ну, как бы, освященную пищу продают. Я говорю, а я могу там, я был в духовной пределстве, я говорю, я могу это поесть. Он говорит, ну, вставай в очередь, если ты там оплатишь, сколько надо, бери и ешь. Я встал, оплатил, сел кушать. И священнослужитель, который готовил эту еду, он подошел ко мне и говорит, мы восемь поколений уже занимаемся только тем, что на травах с молитвами готовим эту пищу. И больше мы не считаем, что нам надо что-то делать в этой жизни. Это наше служение Богу и у нас такая жизнь. Ну, я начал про это все рассказывать. Я беру эту пищу, начинаю есть, и у меня вот так тряси начинают, психически. И слезы из глаз, вот так, такое состояние у меня. И он тоже плачет, глядя на меня. Такое, мы вот так сидим, я кушаю, плачу, он плачет, рассказывает мне, что такое святая пища. И тогда я почувствовал через эту пищу святость вообще всего этого места, насколько оно чистое, светлое, святое. Я почувствовал через контакт вот с этим человеком, через пищу, которую он мне открыл. Потому что, если бы я сам без него поел, наверное, я так глубоко бы не понял это все. Вот примерно такое объяснение. Спасибо. Там женщина какая-то хотела вот здесь где-то, которая не досталась микрофона. Да, будет давать. Да, будет. Да. Еще один раз. Здравствуйте. Да. По молитве даже вопрос? Нет, не по молитве. Ну, тогда отдавайте назад. Отдавайте, да. Я с Кианзой приехала к вас, как недавно. Нет, моя хорошая, у нас сейчас только по духовной практике, по молитве. Я чуть-чуть еще пообщаюсь с людьми после лекции, что у меня, потому что в 3.30 мне вставать, утром рано, я могу не выспаться. Но вы мне, как бы, говорите, что вы откуда-то приехали, там, чуть ли не из Камчатки, для того, чтобы со мной поговорить. Но у меня такой договоренности с людьми не было, что вот люди ко мне приезжают, я должен обязательно с ними уделить время. Ну, вы будете первой после того, как... хорошо, через как только закончится мероприятие, мы выйдем в фойе, вы будете первой, с кем я поговорю, если вы туда пойдете. У нас сейчас вопрос только по молитве, если не по молитве, то я заканчиваю беседу с вами. Ну, спросите, да. Мы сегодня бегали... У нас сегодня была такая чудесная пробежка, просто нереально. Такие ощущения были. Спасибо большое, Владимир Дмитриевич. Вот я сегодня полный комплекс процедур принял, то есть пробежал 16, взял прорубь, потом сауна, и потом мы пообедали вегетарианским бизнес-анчетом. Вот я сам приехал из Казани, и у меня возможно переговоры вот здесь, в Москве с продавцом, и возможно сделать, я пока не знаю. Вот сейчас я вот это все сделал, я сейчас такие силы чувствую, что я могу даже, ну, с президентом даже могу переговоры провести. Вот я хотел уточнить, что из этого больше всего как бы дало мне силы? Все вместе. А вот 16 же каждый, ну, там, день побегаешь, сколько можно тогда бегать? Ну, надо методичку почитать, мой хороший. Там все написано, там раз в 5-6, в 6-7 дней надо, я бегаю по графику. Но кроме пробежки надо также вода, статические упражнения, иначе все это войдет в дисбаланс. Вот, допустим, если вы бегаете и статику не делаете, через несколько месяцев будет дисбаланс, у вас начнутся воспаления в организме. А вот сегодняшняя молитва статика, она тоже туда, да? Да, да. У вас сегодня будет полный комплекс, вы будете статику на 5 слоев, вода на 5 слоев, пробежка на 5 слоев. Ну, круто. Победа на судьбу. Полная, да. Еще, надо уточнить, руки трескаются, там, экзема небольшая, но куда мне копать, там? А вот это все вместе вы делаете, и через 5-6 месяцев отчищаются слои и заканчивается экзема. Спасибо большое. Видите, как его пробило? Кто сегодня первый раз в проруби купался подниметел? Как ощущения? Прекрасные. Ты с вами первое захотелешь. Молодец. Я вообще захожу в эту прорубь, я ее вообще не чувствую. Она такая приятная, такая добрая. Ну, конечно, холод чувствуешь все равно потом, после проруби. Но вода, она такая милостивая, на самом деле. Конечно, первый раз, когда заходишь, реально очень тяжело. Там, тяжело дышать, психика разрывается на части, как бы. Нет? Нормально все будет? Нет, я дышал спокойно, но что я дышать не буду? Дышать не буду? Нормально, да. Давай, помолитуем, на вопрос. Видите, какой героический взял, с прорубь залез. Олег Геннадьевич, добрый вечер. Я первый раз у вас на ютубице и, честно говоря, я не знаю, что задавать по молитве, но, может быть, просто скажу я, скажем так, Бога не выбирал, но молюсь я там индуистскому пантеону, Бога, я читаю мантры утром. Вот смотрите, я вам первое, что хочу сказать, вам надо в этом пантеоне разобраться. Я разобрался. Потому что там нет много богов, там только один бог всего есть. Да. А у него бывают просто разные выхлопности. пантеонцы, да? Да, да, вот так вот. Да, вот так вот. Хорошо. Вот, и в принципе, ну, я как бы, как вы правильно сказали, он один, я как бы молюсь этому Абсолюту на самом деле в душе. О, нет, Абсолют не надо, надо Личности молиться. Или Личности, но через Личность? Нет, нет, надо именно Личности молиться, потому что Бог это не Абсолют, это Личность. Вот это путаница уже. То есть, если вы думаете, что самое высшее проявление Бога это Абсолютная Истина, а Он даёт, как бы, как Личности проявляются, из этой Абсолютной Личности выходят Истины, выходят Личности, то это неправильное представление о Боге, это ложное представление, потому что на самом деле безличностная структура, она не может быть выше Личности, потому что Личность может любить, Личность может общаться, отношения строить, а без Личности этого не может. Это значит, что Бог получается хуже нас, то есть, Он меньше может, чем мы. Бог на самом деле это Личность, просто она по-разному может проявляться, вот, и безличностный аспект Бога это Его сияние, Его тело, это описано в Ведах во многих-многих местах, ну, то есть, безличностная энергия, абсолютная Истина это сияние Его тела, Господь. И всё вот это духовное мироздание, которое наполнено этой энергией, это всё сияние Его тела, то есть, это энергия, в которой висят души, которые достигли освобождения имперсонального, то есть, они слились с этим сиянием, это тоже не рекомендуется в Ведах, считается как не очень благоприятный способ получить освобождение, потому что человек теряет свою индивидуальность в результате, он сливается с Абсолютом и перестаёт, он чувствует счастье бесконечное, но перестаёт жить, действовать, себя проявлять как-то. А Душе хочется себя проявлять, она по природе личностное, в Душе есть духовное тело, поэтому оно хочет любить, жить, и что и чувствуется в этой жизни, мы души те же самые, хотим любить, жить, что-то делать, просто мы это делаем через материальное тело, в духовном мире они не имеют материального тела, напрямую это делают. В чем ваш вопрос? Да, я благодарю, это очень полезно для меня информация. Вопрос у меня такой, вопрос у Грегора, потому что я честно скажу, я бы не выбирал, это произошло в Бунде, я там прожил какое-то время, приехал ненадолго, но не прожил время, и различаю верить в Бога и прийти в Бога, то есть у меня с этим все произошло, и у меня вопросов нет. Но здесь, в России, находясь, хотел бы вас спросить, какого старшего, товарища за влияние игроков в других направлении как-то могут нам не сказываться в будущем. сейчас этого не происходит. Есть разные уровни веры. На первом уровне человек Бога чувствует только там, где он может почувствовать его. в прошлой жизни вы жили на земле, жили на земле, это не так часто бывает, люди в разных местах могут жить, но вы в прошлой жизни жили на земле, и вы жили в Индии недалеко от Гималайи, жили в этом, около Гималайской зоны. и поэтому когда вы приехали в Индию, вы почувствовали себя как дома, почувствовали, что это ваше место. Если вы еще приехали в то место, где вы жили, тогда вы еще сильнее это почувствовали, поэтому там вам несложно было разобраться, в кого поверить, потому что вы легко нашли в того, кого верили, понимаете, до этого. но это самый первый этап постижения истины, когда человек чувствует Бога в какой-то вере и совершенно не понимает, как он вообще может быть в другой вере. Это первый слой веры вообще и возможности восприятия Бога очень узкий. И это хороший уровень, то есть даже на этом уровне человек может отправиться в духовную реальность, не поднимаясь выше. Но точно так же, как есть разные уровни образования, точно так же есть разные уровни духовного образования. И на более высоком уровне духовного образования для человека открывается истина, что Бог, не эгрегоры, а Бог, даёт себя не только в нашем курятнике, а Он также даёт себя и всем остальным людям почувствовать, потому что Он Отец для всех. И Он никакого человека, который, допустим, не может Бога воспринимать вот в этой вере, обязательно не оставит в неведении. Он даст возможность человеку почувствовать его. Поэтому существуют разные культуры, разные духовные традиции, которые по-разному чувствуют Бога. И все эти традиции, которые верят именно Бога Единого, они все правильные. И Бог всем им даёт возможность приблизиться к себе и забирает их в свою обитель, когда они достигают совершенства жизни. Поэтому говорить, что здесь какие-то эгрегоры, это не эгрегоры, это просто культура отношений с Богом. Это определённый стиль, так сказать. Вот допустим, представьте себе, если соберутся вместе люди, которые все вместе считают, что Бог самый милостивый, Он отдал за людей свою жизнь. Или соберутся вместе люди, которые считают, что Бог велик, что Он даёт могущество, силу человеку, способность побеждать, и Он даёт храбрость, мужество, и богатство. Ну, то есть, и вот это, то, что Вы называете эгрегорами, это просто стили восприятия Бога разные. Или, допустим, соберутся люди, которые будут считать Бог, что Бог это великий мистик, который медитирует на высшую истину и так далее. И они все там тоже погружены в такое отношение с Богом через сердце, созерцать Его. Вот, и так далее. То есть, и вот это и есть то, что называют эгрегорами, а это просто стили отношения с Богом. Всё. И так именно к этому надо относиться. Благодарю Вам. Вот, допустим, с такой точки зрения посмотреть, в России, в России в основном все Бога любят как того, кто отдал за людей свою жизнь, как самого милостивого. А в Турции, а в Турции, допустим, как того, кто самый великий, могущественный. И так далее. это не значит, что там не считают Бога милостивым, они тоже, но это не главное. Вот здесь главное то, что Он отдал свою жизнь за людей. Вот это главное вот здесь, в этой культуре. Там такое главное. Допустим, в Индии там считают Бога очень красивым, и это для них главное. И они с Богом там строят такие отношения близкие, хотят Его накормить, напоить, одеть, спать, уложить. Такие отношения. Имеют они право на это или нет? Мог Бога накормить? Имеют? Это право решает Бог. Как бы Бог говорит, пожалуйста, хотите меня накормить? Нет проблем. Он об этом говорит, Багавад, идите. Говорит, если ты мне предложишь что-то покушать, я это приму. Но он как бы дает на выбор что-то, он не говорит, что я все приму. Ваш вопрос? Олег Геннадьевич, спасибо Вам большое за то, что меняете нашу жизнь. Вопрос практически по моменту. Если приходит ответ, есть ли технология убедиться, что это ответ от Бога, а не от духов условно? конечно есть. На все есть технологии. Это называется знанием. Первое это корреляция со Священным Писанием. То есть фактически если человек изучает Священное Писание, он точно знает, это от Бога ответ или нет, потому что если не от Бога, то это не совпадает со Священным Писанием. Допустим, если вы спрашиваете, допустим, хорошо ли есть мясо вообще, и вам приходит ответ, отлично, тогда зачем в христианстве посты на мясо есть, если это хорошо есть, зачем от этого поститься? Если это хорошая пища, или почему тогда в монастырях христианских не едят мясо вообще, едят только рыбу, если это хорошая пища, тогда зачем ее не есть, надо ее есть, тогда и побольше, вот, и поэтому это не согласуется, во-первых, с опытом, ну, жизни, а во-вторых, я ни в каких священных писаниях не читал нигде, что мясо есть хорошо, иногда его разрешают есть, но что это хорошо есть, я нигде не встречал и не слышал, вообще никаких священных писаний. Вот об ведах конкретно говорится, что его есть нехорошо, что эта пища опасна для развития человека, для его сознания. Поэтому священные писания дают на все ответ, потом святые люди дают ответ, можно с ними посоветоваться, не обязательно же все в себе держать, вот есть сообщество людей, которые занимаются духовной практикой, что-то тебе пришло в сердце, ты можешь посоветоваться с ними, тогда сразу возникает вопрос, а зачем это вообще надо, чтобы что-то приходило в сердце, если можно просто посоветоваться со святыми. А вот ответ такой, если ты просто посоветуешься, но к тебе не придет сердце, то ты не получишь более глубокого представления об этой истине, потому что самое глубокое представление идет только через сердце. Вот допустим, один молодой человек мне говорит, Олег Геннадьевич, скажите, чем мне заниматься, я это приму. Я говорю, пока ты в сердце не почувствуешь, что тебе надо этим заниматься, ты не примешь. он говорит, нет, я приму, скажите, я готов оставить работу и делать то, что вы скажете. Я ему говорю, хорошо, вот по твоей природе тебе лучше делать вот это. Вот. На следующей лекции приходит, садится на первый ряд, я говорю, ты оставил работу? Он говорит, а вдруг вы ошиблись, Олег Геннадь? Ну, этот вопрос правильный, потому что правда, у него работа, это его жизнь, а вдруг я ошибся. Я говорю, поэтому я тебе говорю, если ты сам сердце не почувствуешь, так нечего и спрашивать. Поэтому постижение через сердце очень важно, оно должно быть. И человек, который не чувствует что-то через сердце, даже если ему старшие скажут, он до конца все равно это не поймет, ему все равно через сердце надо понять. Но также и нужно согласовываться со старшими, потому что через сердце может все, что угодно прийти, может ошибка какая-то, которую ты не понимаешь. Есть такой уровень людей, которые очень хорошо различают от Бога, что пришло, и не от Бога. Там есть много-много отличий. Например, все, что связано с нашими желаниями, жгучими, сильными, никогда не бывает от Бога. Вот, например, я чего-то хочу, и я получил из сердца знания, что это правильно, то, что я хочу. Вот с чего бы я не хотел, если я чего-то хочу, значит, правильного ответа через сердце я не получу. Я могу получить правильный ответ, если я свое желание настолько сильно успокоил, что воля, что неволя, все одно. И я просто принимаю. Тогда в этом случае я смогу надеяться на то, что я получу правильное знание. Вот. все, что происходит от Бога, оно имеет скромную, спокойную, чистую природу. Вот, например, тех всех, в сердце пришло такое, что-то такое, не скромное, не факт, все это от Бога. Может быть, от Бога, неизвестно, но маловероятно. Потому что все, что от Бога приходит, очень ненавязчиво. Он очень ненавязчивый вообще к природе. иногда мне удавалось в жизни его почувствовать. Не потому, что я такой крутой, а потому, что он неожиданно иногда себя открывал. Вот, например, у меня была ситуация, когда я после обеда отдыхаю, чтобы у каждого свой стиль, что делать после обеда. Я как бы до обеда почусь, потом ем, как маленький слоненок, и потом чуть-чуть отдыхаю после обеда. Я иногда прошу помощника меня поднять. Ну, сейчас уже не прошу, но раньше просил. Чем старше человек, тем менее крепкий сон у него. Я попросил его поднять, и потом я услышал его голос. Олег Геннадьевич, пора вставать. Я как бы ладно. Встал, пришел, подошел к нему, говорит, спасибо тебе, что поднял меня. Он говорит, я забыл. И я сразу сел. Я очень хорошо знаю, что условный рефлекс человека не поднимает. Человека поднимает Личность всегда. И я просто сел и начал вспоминать голос. Я хотел поймать Бога, потому что Он конкретно меня поймал, только что со мной разговаривал. Меня поднял с постели вовремя абсолютно точно было повремя, когда мне надо было. И когда я вспомнил голос его, он не позволил вспомнить, я когда вспомнил голос, то там был такой пример, «Али Кеннадьевич, пора вставать». Но мой помощник вообще никогда в жизни так бы не сказал. Я думаю, вау, он такой скромный, такой уважительный по своей природе Господь. И даже он сам лично тебя поднял с постели, представляете, какой он вообще удивительный. Вот. Это то, что я поймал. Понимаете? Иногда чувствуется его чистота. Вот на прошлой рентгике, когда мы молились, я почувствовал чистоту Господа, его святости, на это настроился, и вот весь ретрик об этом думал, думал, о его чистоте, о святости. Вот. Он даёт себя почувствовать чуть-чуть иногда, вот так вот. И тогда, когда ты чувствуешь это ощущение имеешь в жизни, тебе не сложно понять истину, потому что ты можешь с этим ощущением Господа сравнить то, что ты понял, и если там диссонанс идёт, тогда всё, а если это прямо совпадает, тогда это истина. То истина всегда связана или с самим Богом, или с его энергиями, всё остальное это ложь. Поэтому, когда человек как-то или со святостью, допустим, мне один раз случай был, мне сильно хотелось одной вещи, которая очень сильно навредила бы мне в жизни. Я провёл такой эксперимент, хоть я не крестьянин, но святым я верю в святых, и в Бога тоже. я взял святую Матрону, я абсолютно точно знаю, что она святая, даёт ответ всем. Я это уже знаю. Я взял её фотографию с закрытыми глазами и спросил её, так или так? И она мне, когда я назвал второй вариант, она сразу ответила мне в сердце, ну, не словами, а вот так ощущение, так, прям сразу. Но это не совпадало с моим пониманием. А желание было очень сильное, поэтому я вопросы задавал, что мне истинно не давалось из-за сильного желания истинно человеку не открывается. И я спросил её, а может быть вот так всё-таки? И она тогда начала сильно улыбаться и сказала, может быть и так. и тогда я всё поняла. Бог никогда не навязывается, святые никогда не навязываются, это принцип. И сразу я знал этот принцип, у меня кристально чётко стало, всё, первый ответ был правильным, я так начал делать, у меня в жизни избежал опасности серьёзно. вот когда Бог в сердце что-то даёт, Он даёт ненавязчиво, его мысль чиста, спокойна, очень скромна, незаметна, незаметна. Он тебе так теконечко говорит, тебе надо, тебе не надо лететь в Сочи там, допустим, потому что самолёт разобьётся и ты погибнешь. Очень аккуратно потом. Ты думаешь, ой, блин, какая фигня. Но если ты знаешь, как Господь действует, тогда ты не будешь думать, что это фигня, начнёшь молиться и пытаешься понять, есть ли неблагоприятные знаки того, чтобы лететь или не лететь. Понимаете? А когда злые силы какие-то действуют, тебе всё чётко ясно там такое, знаете, ещё торжественное ощущение такое. Я слышу голос абсолютной истины. Такое, как бы, человек всё равно опа такой. Со мной говорит Бог. А это чистейшие злые духи так себя ведут. Они тебе в мозги вбивают ощущение, что ты прямо слышишь голос Бога, ты такой великий, Бог с тобой разговаривает. А ангелы очень скромно себя ведут. Они не навязываются нибудь. Потому что они понимают, что в этом мире свободу живым существом сам Бог дал свободу. То есть мы сами хотим в ад, пожалуйста, хотим в рай, хотим к Богу, пожалуйста. Никто не навязывается здесь, не имеет права. Всё, что навязывается, это всё не от Бога. Это демонические силы. Высшие силы дают полную свободу, развивайтесь, хотите туда, пожалуйста, очень, очень добрая, смиренная позиция. А у демонических сил нет доброй позиции. У тебя есть сильное желание, они тебя за это желание хватают и тянут. тебя начинаешь говорить, а я вот эту девушку люблю, хочу жену бросить. Это демонические силы. Любовь сама прекрасна по природе, но есть законы Бога, кого бы ты не любил, живи своей женой и дай ей счастье, подари ей счастье, потому что таков твой долг в жизни. Долг выше, чем наслаждение человеческое. Так говорит священное писание. Ты можешь наслаждаться жизнью, чем-то хотеть, но у тебя есть долг. Этому сравнивать надо со священным писанием свои ощущения, со святыми людьми и изучать, как действует Бог вообще в этом мире. Тогда все понятно со временем станет. Все это в совокупности дать знание от Бога это или не от Бога. Дальше вопрос по молитве и духовной жизни. Ваши вопросы мужа. Благодарю. Недавно с семьей ехал с ребенком, маленьким женой. На дороге случилась ситуация, чудом остались все живы. И хочется спросить у вас, как у человека, которого я слушал, прислушиваюсь, что делать в этой ситуации усилить молитву или же найти свой урок, может быть, в чем-то свой плохой поступок, за который пришло наказание. Но мы чудом остались живы, как тоже внутри голоса Бога. Но в принципе могло все очень сложиться по-другому. На дороге Бога говорит. Жизнь предназначена для познания. Это процесс распознания. Всегда. Я вижу эту ситуацию, чувствую ее. Неожиданно в самом конце ситуации произошло такое, что вас спасло. Это чудо было. Это точно пришло от Бога. Вам приветик. От Него пришел приветик, и вы теперь спрашиваете, что мне, что делать с этим приветиком? Что за привет, что это? привет, это знак от Бога, что хватит дурью заниматься, надо к Нему идти. Ваше время просто так жить закончилось. Вы должны постигать Бога, иначе будет неприятность. Он вам дал знак, что Он есть, и без Него вы не справитесь дальше в своей жизни. Это последоврем предупреждение как-то, да? нет, он не такой типа на туче сидит, я тебе сказал, чувак, это последний раз, я, вот, нет, он очень добрый, милостивый, вот, он просто вам дал знание, что вам пора к нему уже обращаться, пора мудрее быть в жизни, пора думать о Боге попочаще, он просто вам подарил жизнь. Так я ощущаю, благодарю вас. Ну вы все ощущаете, что вы меня спрашиваете? Конечно вы ощущаете, он вам это, он не скрывает ничего, он подарил жизнь, все вам, ну а не для того, чтобы типа к себе привязать, он просто вам показал, что он есть, вот все, вот это для этого это все происходит, что вы говорите, как молиться за этой ситуацией, молиться надо было раньше, чтобы этой ситуации не было, надо было молиться, и вот есть люди, которые молитвой побеждают ситуацию, и потом она не происходит, а у вас все произошло по-другому, здесь тоже нет случайностей, просто три жизни назад вы очень искренне служили Богу, и просили Его, чтобы Он вам открывал себя, если вы запутаетесь, чтобы Он вам подсказывал, что Он есть, и Он выполнил ваши обещания перед вами, которые были раньше до нового. Благодарю вас. То есть это мой урок, жены, ни ребенка, это мое, для меня было. Для всех он сразу много зайцев убивает вегетарианских одним выстрелом. То есть для них тоже свои уроки, для всех все вместе. Благодарю вас. Ну я так, я вижу прямо его присутствие, видно явно его влияние, вот это ангельское влияние на эту ситуацию. Действительно могло быть иначе. У меня было ощущение, что ангелы подняли машину. Да, да. Так и есть. Благодарю вас. у нас ангелы здесь постоянно поднимают машину, то есть мы вот на ретрите каждый раз, когда встречаемся, те, кто внимательно смотрит за тем, что происходит, они чувствуют, как меняется атмосфера, как чистота в зал появляется, да. Кто из вас вот это такое присутствие божественного на прошлом ретрите чувствовал? видите, вон сколько людей, вы тоже чувствовали. Вот, кто еще у нас сегодня вот из девушек я слышу, знаю, кто первый раз искупался в прорубе? У нас девушки прямо купались, не пришли сюда, да. Это, наверное, сильно расслабило после проруби, отдыхают сейчас. Ваш вопрос. Вы же тоже купались с нами? Я тоже купаюсь с нами. А? И вопрос возник сразу после проруби. Причем я в Москве свернулся. То есть у меня была попытка идти к Богу, то есть в православии, потом в другом я поехал в Ашрам там три года. в организации пробыл и вышел из него. И сейчас у меня опять такой, ну, то есть как будто он призывает. Он всегда вас призывает. Да. И я хочу уже идти к нему. Ну, уже на работе тоже. Есть разные стадии. Есть предварительная стадия познания Бога. Она заключается в том, что человек ищет. Вот есть стадия, как много девушек хороших. Потом следующая стадия, как много ласковых имен. Следующая стадия, ну, лишь одна меня тревожит. Вы до этой стадии еще не дошли, но лишь одна меня тревожит. То есть вы чувствуете разные веры. Может быть, вы чувствуете только что, как много девушек хороших. Может, просто вера чувствует, что они есть. Ласковое ощущение к ним, может быть, еще не появилось у вас. Если появилось, вы бы сильнее погружались в каждую культуру веры. Вот. Но лишь одна меня тревожит, означает, что уже человек выбрал. Вот, допустим, некоторые люди мне говорят, я был православным и потом поменял веру. Я, когда это слышу, так смешно мне становится. Мне хочется ржать и просто падать на пол и просто угорать над этим человеком конкретно. Потому что, если бы ты был православным, ты бы никогда не поменял веру, потому что это просто настолько великое и светлое чувство, которое люди испытывают, когда они соприкасаются с Иисусом Христом. Как это вообще можно поменять? Как можно взять и отказаться от таких ощущений? Это просто нереально. Даже мне, я не православный, я столько почувствовал светлых чувств по отношению к христианским святым, по отношению к Иисусу Христу, что я вообще не понимаю, как можно эту веру вообще поменять? Или там еще какую-то другую мусульманскую допустим поменять, когда человек чувствует Аллаха, когда он чувствует Коран, чувствует ту силу, которая дает связь с Богом, если бы он хотя бы буквально на какую-то долю процента почувствовал то, что чувствовал Халид-Валид, когда он сражался и был предводителем мусульманской армии, мечом Аллаха был, и когда он был непобедимый воином, никто даже стрелой не мог попасть в него, что он чувствовал, когда он защищал свои религиозные принципы, свою веру, или как Моисей зашел к фараону со своим братом Аароном, и что он чувствовал, когда фараон это такая личность, которая может просто любого человека убить без всяких вообще вопросов, и никто ничего не скажет против, потому что он считал себя Богом, и ему право такое дали все, то есть все считали его Богом, и Моисей говорит, нет, ты не Бог, а Бог, который не ты, говорит, что вы должны евреям, 600 тысяч человек, отпустить всех, которые там были заняты полезным трудом, они делали там фараону его очередную гробницу там, вот, очень много что там делали, и их надо было всех отпустить, его в планах не было, пришел какой-то мужик, не говорит, отпускай как бы всех евреев, а я фараон, и он говорит, а чем ты докажешь, что ты, как бы, он говорит, если ты это не сделаешь, то прискачет саранча, заполонит нафиг всю страну, или лягушки прискачут, или весь нил покроется кровью, ну, столько всего там происходило, и все это действительно происходило, но когда уже его родного ребенка как бы умертвило, и всех остальных младенцев по всему Египту, вот это было круто уже, и все это один и тот же Бог, и когда человек его чувствует в своей культуре, в своей вере, как он может поменять веру, вот подумайте, вот как это вообще возможно, это значит, что веру никто не меняет, мои дорогие друзья, это просто люди ее не имеют, поэтому они куда-то скачут туда, сюда, не то, что он поменял веру, никто не может поменять веру, ее просто нет, если у тебя есть вера, ты ее никогда в жизни не поменяешь, это просто невозможно, это вечное отношение с Богом, ты когда чувствуешь его вот таким, в следующей жизни ты опять его таким ищешь, так же, как ты любил девушку в прошлой жизни, в этой жизни ты ее ищешь, так и вера тоже, человек чувствует Бога вот таким, он уже никогда это не поменяет, он ищет его вот таким, все, ему хочется вот такого Бога почувствовать его таким, И все. И он никогда это не может поменять. У него такие отношения складываются с Богом. Это любовь не как с девушкой, там, Джульджетта, там, этот, как это, вся моя жизнь вами согрета, помните, этот пел. Я говорю, женюсь, женюсь, какие могут быть сомнения, но, там, Дизетта, там же, и так, как вот с этим быть теперь. Мирона пел, да, такой, здесь немножко другая тема. Это вечные отношения никогда не меняются, если они возникли. Вот это называется вера, когда они возникли, а все остальное, это называется культурная принадлежность человека. То есть человек, допустим, в какой-то культуре родился, ему говорят, ты вот веришь Богу так. Он говорит, есть товарищ командир. Но веры-то никакой нет, просто это культура, национальная принадлежность может быть, культурная принадлежность. Вера, это когда ты почувствовал отношения с ним уже, и эти отношения настолько чистые, глубокие и могущественные, что отказаться от них не может никто. Это просто невозможно. Поэтому ищите свои отношения, ищите дальше, пока не пришли. Знание здесь непростое, не то, что слушать лекции, ходить. Знание всегда в отношениях с Богом – это действие. Есть заповеди везде одинаковые, выполняйте их. Не бросайте жену, не грешите, не убивайте никого, не злословьте, не злосвидетельствуйте, не обманывайте. Честно живите на этой земле и делайте все для верующих людей там, допустим. Есть какая-то возможность что-то для них сделать? Служение. Служение, да. Вот когда эти вещи человек делает, первое – честная жизнь, и второе – служение. Бог обязательно себя откроет вам, и Он вам покажет ваш путь со временем. Просто знаете, как есть такая пословица – если уж охотиться, то лучше на носорога. Ну, то есть не на зайчиках, по-настоящему. Так и здесь тоже. Бог самый недешевый на этой земле. Он просто так себя не откроет. Вот и пройдите этот путь. Это самый классный путь, который только есть на этой земле. Лучше не бывает. Но он не дешевый. Итак, мы с вами собрались. Всем рад онлайн. Спасибо, что тоже собрались. Вот. Мы все с вами собрались для того, чтобы долбануть молитву. Сильно, чтобы у нас очень сильно все прошло. Кто из вас на таком ретрите первый раз вообще никогда? Вам очень повезло, конечно. Вам надо сейчас послушать, как это делать, иначе тогда не повезло. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вы сейчас говорили, что нужно различать духи это или Господь говорит с человеком. Вот мне бабушка, она умерла, ну, 3-4 года назад, и очень близкие сегодня отношения. Бабушка есть. Она ушла из жизни, из этой не умерла. Живая бабушка. Да, да. Я это чувствую. Но вопрос такой. Она мне снилась каждый день. Я каждый раз пыталась с ней поговорить, но она, естественно, никак не получалась. Что-то отвлекала, не могла. Так вот. Я молилась за нее. Я православная христианка. Я молилась за нее. Но она все равно снилась. Всегда вообще была рядом поддержана. И тут, после ретрита онлайн, моего первого в жизни с вами, незадолго после этого, она мне до этого перестала сниться, а потом приснилась в таком странном сне, где она с ней разговаривала. Я поняла, что я умерла и попала к ней. И она лежала в каком-то темном месте, в влажном, темное место, и говорила, я очень хочу выпить, мне рюмочку бы. Хотя она никогда не была пристрастна к алкоголю. Это влияние духов злых. Вот. Я сейчас объясню вам, почему такое бывает. Вы побыли на ретрите, очень сильно устали, истощение произошло. И когда человек истощается, то опасность влияния злых духов. И вот эта конкретная прямо ситуация, как вы это описали, бабушка на себя не похожа, как-то странно себя ведет. Она похожа на себя, она просто лежала такая вся, ну как будто ей плохо. И она говорит, мы сейчас ждем суда Божьего. Я говорю, а сколько ты уже там ждешь? Он говорит, 30 лет. Не может быть так. Не может быть так. В общем, это духи, да? Да. Абсолютно неправильное знание, как зовут вашу бабушку. Галина. Вот поэтому меня мучило. Сейчас все, сейчас смотрим. Когда она ушла из жизни? Три года назад получается. Очень тяжело уходила. Молодая была точно, там враг мостом. Она очистилась просто. Она пошла чуть выше земли, на такую хорошую планету. Вот. Она уже там живет, маленькая уже. Все. Все. То есть у нее все нормально. Никакое. Ничего она не ждет. Никакого суда Божьего. У нее все классно. Она, вот сейчас я через вас ее почувствовала, она среагировала. Даже почувствовала тоже. Такое волнение у нее возникло. Но у нее нет такого, что она здесь за нас переживает, там научится или как-то? Нет. Она вас не помнит уже. Она не помнит уже вас. Да? Она в следующей неделе уже находится. Но она реагирует на вас. Вот вы подумали, она сразу раз среагировала, почувствовала что-то родное. Но она еще очень маленькая совсем. А вообще возможно, что мы встретимся когда-нибудь? Это вообще не понятно? Да. Такое не исключено. Сядь очень сильный. Да. Можно еще быстрее? Маленький вопрос. Только по молитве. Ну, там тоже по молитве, потому что я, ну, такой жизненный и по молитве. Там все по молитве. Просто, ну, у меня всю жизнь так происходит, что я живу духовной жизнью, например, там полгода все сделаю правильно, а потом все тяжкие. И вот такая амплитуда у меня постоянно. И, может быть, это связано еще с тем, что я люблю тяжело зависимого человека и мне тоже это мешает. Нет, у вас так есть только одна проблема. У вас не хватает духовного общения или духовных друзей. Вот когда они будут, тогда у вас все это пойдет. А вот после тебя вот этот человек мне предназначен? Все, моя хорошая, это уже не тот вопрос. Спасибо большое. Вы превышаете свои полномочия. Спасибо. По молитве вопросы? Зеленые девушки. Олег Геннадьевич, я тоже хотел спросить по поводу у бабушки, с живым так совпалом. Так вы что, по молитве или по бабушкам сейчас спрашиваете? Нет, 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 по молитве. Я просто хотел спросить, когда человек уходит 40 дней, мы должны сопровождать молитвой человека, чтобы ему помочь прийти. Да, да. Ну то есть я просто в моменте, когда было 40 дней, я вот финально молилась, я чувствую, что она была рядом со мной, и я прям почувствую, как она ушла. Как ее зовут? Как ее зовут? Никакиня, она в основном в декабрях. Она пошла наверх, чуть-чуть повыше земли. Ладно, моя хорошая, все, про уходших родственников не надо, это уже у нас что-то тема пошла не та. По молитве есть вопросы или нет? Вот девушка дальше. А то у нас вместо ретрита спектролистический сеанс уже получается. Скажите, пожалуйста, как долго нужно молиться, чтобы Бог простил за грехи? Всю жизнь. У нас грехов же много жизней и как бы мы молимся постоянно. Но понимаете, нужно понять, что вы вообще неправильно воспринимаете мир. Я сейчас вам объясню. Все грехи возникают у человека от того, что он не знает, как правильно. Даже если он знает, как правильно грешит, это все равно он не знает глубоко. И грехи означает просто глупость. И поэтому процесс прощения означает, что вы один раз попросили прощения и десять раз подумали и сделали что-то хорошее. То есть сам процесс очищения сердца, он позитивный по своей природе. Но вы находитесь не в позитивном процессе, а в негативном. Вы постоянно просите прощения и просите прощения. И думаете, что Бог вас не прощает, просто у вас нет удовлетворения от этого процесса, потому что вы не тем занимаетесь. Надо один раз сказать, я не права, и десять раз сделать правильно. Вот это и есть процесс раскаяния. А вы десять раз просите прощения или говорите, что я не права, и один раз делать то правильно. Понимаете? У вас неправильная деятельность, поэтому вы не удовлетворены не из-за того, что Бог вас не прощает, потому что вы не тем занимаетесь. Вы в негативе живете, а надо жить в позитиве. Спасибо. Вот кто лучше для Бога, как вы думаете? Я хочу вам задать вопрос, тест, девушка. Вот кто лучше для Бога? Человек, который чувствует себя сильно виноватым за то, что он совершил грех. Или человек, который совершил грех, не чувствует себя сильно виноватым, извинился и потом начал много-много делать правильных вещей. Вот кому Богу, кто Богу лучше нравится? Второй, наверное. Однозначно. Поэтому само по себе я, я грешная, я грешная, я грешная, я грешная. Биться об голову и об стену – это не вариант жить вообще. Вариант жить – это «сказал я грешный» и вперед делать добрые дела. Все. Радостно, счастливо, с улыбочкой на лице. Иначе от вас все прокиснут вокруг вас. И создавайте кислую атмосферу. Спасибо большое. Или второй пример. Допустим, человек умирает, ему плохо. Первый вариант. Вы приходите к нему и говорите, «Ой, Вася, тебе так тяжело!» И второй вариант. Вы приходите к нему и говорите, «Вася, помнишь, как мы с тобой в лес гуляли, ходили в парке, как мы на день рождения встречались?» Вот что им больше понравится? Понимаете, да? Второе больше понравится. Ну так и приносите счастье всем своим присутствием. Зачем драматизировать ситуацию? Хорошо? Хорошо, благодарю. Я вам поделюсь своим опытом. Сейчас я молюсь за свою тещу. Сопроводил ее как бы на другую планету. Дальше по жизни. Знаете, когда я скорбеть начинал, вспоминая ее. А это происходило независимо от моей воли. Иногда такое чувство отчаяния возникало. Но когда человек любит, у него всегда это возможно. Ей становилось так плохо. Я вот ее видел и прямо у нее сердце разрывалось сразу. Но когда я смело, сильно и радостно думал о Боге и просто сильно радостно ей помогал, то она такая была в восторге и она такая вдохновлялась и чувствовала поддержку, силу. Я тогда просто ужаснулся, насколько люди глупо думают, что им надо делать, когда уходят близкие люди. Насколько это глупое и неправильное представление, оно так сильно мешает этим близким людям жить. Просто помнить о Боге, просто помогать, просто славить Господа и просто помогать и в сердце радоваться, помогать своей радостью человеку. Вот представьте, человек уходит из жизни и он видит вокруг себя только слезы и сопли. Второй вариант – все смотрят на него и радуются. Какой лучший вариант? Телецкая essenца – все « räкриная связь» Тренина не ставит с задней сестры